Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Кинокартина под названием Адъютант его превосходительства, вышедшая на телевизионные экраны в 70-е годы, получила государственную премию. Актеров, снявшихся в этом фильме, знала и любила вся страна. Татьяна Иваницкая, которая была на тот момент совсем молодой девушкой, стала знаменитой на весь СССР. Это был ее первый опыт работы в кино. Снявшись после еще в нескольких фильмах, она совсем перестала работать в кинематографе. Татьяна с самого детства мечтала прославиться, но она хотела быть балериной, а не актрисой. Проучившись продолжительное время в балетной школе, девушка поступает в хореографическое училище в Москве. И именно в составе балета хора имени Пятницкого она была замечена ассистентом режиссера и выбрана на роль дочки начальника контрразведки Тани Щукиной. Именно в этой девушке ассистент режиссера увидел все необходимые качества для этой роли, хотя в пробах участвовало много известных актрис. И Чурсина, и Голубкина, и Градова. Будучи очень скромной и целомудренной девушкой, Иваницкая с большим стеснением играла в любовных сценах. От одного из таких эпизодов вообще пришлось отказаться, потому что он не понравился идеологу Суслову. Работать стало еще сложнее из-за того, что Татьяна влюбилась в актера, который по сценарию должен был испытывать пылкие чувства к ее героине. Роль беззаветно влюбленного капитана Кольцова играл Юрий Соломин. Хотя с самого начала планировался на нее Михаил Ножкин, который в последний момент отказался по причине сильной занятости. А Соломину отводили роль капитана Осипова. В результате форс-мажорных обстоятельств режиссер решил попробовать на роль Кольцова именно Юрия. Делось это на свой страх и риск. И результат был просто потрясающим. Все актеры прекрасно справились со своими ролями. Татьяна Иваницкая была просто без ума от обаяния и харизмы Юрия Соломина. В ее взгляде на него только слепой не мог разглядеть пылкой влюбленности. Это обсуждалось всеми участниками съемочного процесса. А у Юры на тот момент была жена и совсем маленькая дочка. И ввязываться в любовные интриги он совсем не хотел, поэтому попросил режиссера поговорить с Татьяной и объяснить ей, что у них ничего не выйдет. По окончании съемок Татьяна Анатольевна вновь занялась балетом. Также она получила дополнительное образование, окончив факультет экономики и организации театрального дела ГИТИС. В более зрелом возрасте занялась преподаванием, а также исполняла обязанности помощника президента Международной Ассоциации музыкальных деятелей. Об ее личной жизни мало что известно. Сейчас любимая миллионами актриса давно уже находится на заслуженном отдыхе. А вы помните актрису Татьяну Иваницкую? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!